В октябре этого года в Доме детского творчества появилось объединение под названием «Объективно». Проще говоря, это школа журналистики для юных ребят в возрасте от 12 до 18 лет. Идея создания направления пришла к его нынешнему руководителю Татьяне Кужениязовой во время работы в проекте «Школа Росатома». И теперь вот уже три месяца в Доме детского творчества школьники, свободные от урока в время, познают интересную и многогранную профессию журналиста. Учимся подавать материал именно профессионально, так как требуют законы журналистики. Мы активно публикуемся, ну а фотографы в это же самое время учатся правильно фотографировать. Занятия проходят по двум направлениям – фотография и написание текстов. Благодаря такому творческому тандему у ребят получаются интересные работы с красивыми иллюстрациями, которые, кстати, уже регулярно публикуются в городских изданиях. Анастасия Моисеенкова давно интересуется журналистикой. Свою самую первую статью написала год назад, но поняла, что знаний и опыта всё-таки не хватает. После того, как увидела объявление о наборе в творческое объединение объективно, сразу же записалась. На наших занятиях мы учимся, как правильно готовить материал, как правильно публиковаться, что нужно делать для того, чтобы тебя отчитали, чтобы было интересно. Безусловно, такие занятия помогают молодым ребятам определиться с будущей профессией. София Рыцарева – самая старшая ученица в студии объективно. В 2020 году она заканчивает школу и уже твёрдо знает, что хочет стать журналистом. Помимо подачи материала и интересных уроков, Софии также нравится возможность участвовать в различных конкурсах по журналистике. Я выиграла в конкурсе в областном. Я в январе поеду на награждение, получу премию. Это мне очень поможет при поступлении. Все ребята с большим удовольствием занимаются на уроках, учатся делать красивые качественные фотографии и писать тексты для СМИ. Но даже если кто-то из учащихся не будет связывать свою жизнь с журналистикой, эти знания всё равно останутся отличным фундаментом для человека любой сферы деятельности.